привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и меня зовут сергей герман и я собственно этот капитан сегодня я вам расскажу про марину порт мосель или одну из трех марин которая находится в столице в городе numeya в новой калейдонии готовы поехали как вы знаете по предыдущему видео мы находимся в новой калейдонии это совсем недалеко от восточного побережья австралии сам остров по длине просто огромный больше чем 450 километров в длину вся яхтенная жизнь расположена на южной части этого острова в столице на умея где расположены три марины самая верхняя находящаяся ближе к центру города называется порт мосель марина это то где мы сейчас стоим и про нее будем рассказывать следующая марина чуть чуть ниже туда можно добраться где-то 15 минут пешком называется марина суд она более спокойная и больше для людей которые здесь живут ну и самая большая марина это порт плезанс которая находится на самом юге города причем все эти три марины одинаково развиты и имеют великолепную инфраструктуру самая южная марина порт плезанс находится рядом с самой тусовочной частью города где находятся все пляжные бары ну и собственно вся ночная жизнь города самое интересное что вся акватория заграждена барьерным рифом причем барьерный риф расположен на расстоянии около 10 морских миль от побережья то есть внутренние воды великолепные и здесь очень много яхтинга по ровной воде если мы отойдем от побережья где-то около одного часа начинается целая гряда маленьких островов как необитаемых так и обитаемых и так как это французские заморские территории здесь для яхтинга все организовано супер потому что возле всех остров очков которые более-менее находятся рядом с на уме и стоят бесплатные буи вы можете подойти взять буи наслаждаться собственно этими островами марина состоит из таких узких понтонов то есть каждый понтон имеет свой вход который закрывается на ключик и такая длинная дорожка кстати говоря не широкая где-то всего около пару метров шириной и от него отходят в стороны вот такие вот пальцы кстати говоря вот такая вот компоновка понтонов называется фингер понтон потому что при приливах и отливах вся эта конструкция ездит и вот эти столбы это как раз и называются вот эти fingers на которых при приливах поднимается вся конструкция в марине вот кстати еще ступеньки для того чтобы заходить на лодку и давайте я пройду сейчас немножечко по марине вы посмотрите на то какие здесь лодки в принципе флот достаточно пожилой если скажем вы были бы во франции то большинство лодок были бы ну скажем так 2015 год плюс здесь лодки ну достаточно возрастные то есть до 2000 года 90 80 то есть большинство лодок здесь реально возрастные люди держат у себя всякие там цветочки на пирсах и для того чтобы их эти цветы радовали а тут вообще он лук растет идемте дальше я вам покажу вот катамараны ну это кстати чартерные катамараны здесь это энзи чартер но наверное может его после чартерной купили скажем ну лодки здесь действительно не с ну не самые свежие вот например лодка продается но попрошу заметить что лодки все большие 45 футов это наверное одни из самых маленьких даже вот стоит старая лодка здесь футов 60 наверное в ней ну и куда же без вот этих вот больших и великолепных лодок которые занимают конец всего понтона если вот вы можете посмотреть какая она большущая опять же здесь есть возможность если у вас power bot потом поднимается на таких наливных конструкциях чтобы спустить вся эта конструкция сливается и лодка едет на воду ну и вот сейчас я стою в конце понтона вы видите как далеко какой длины здесь пирс тут большое количество вода хотя это наверное считается одна из самых небольших marine по регламенту через какое-то количество метров вот вы видите стоят стенды со спасательными кругами и здесь находится огнетушитель это стандартное требование по безопасности в любой марине и здесь серьезно это соблюдают теперь давайте я вам покажу про подключение здесь все розетки почему-то 16 амперные то есть они наверное не рассчитаны на большое потребление то есть кондиционер у меня на лодке 32 амперный поэтому как не понимаю я как они на таких небольших розетках подключают скажем такие большие лодки потому что если ее включить здесь наверное нужно 64 амперные розетки то есть такие прямо большие они все заведены на 16 амперные маленькие теперь важный момент как подключается вода здесь вот если вы обратите внимание вся вода питьевая вот здесь нарисован значок что ее можно пить что кстати очень хорошо написано экономьте воду и здесь нету краников как обычно в марине но здесь все работает так вы нажимаете вот этот вот клапан и когда вы нажимаете внутрь там срабатывает сразу под давлением и вода начинает течь давайте вам сейчас на своей лодке покажу то есть тут вот такое стандартное подключение вы его сюда подводите нажимаете и сдавливаете все вода пошла если вы сейчас нажмете то она автоматически отключается то есть очень удобное подключение когда она срабатывает и вам не нужно там ничего включает там выключает закрывать перекрывать и если у вас перманентное подключение вы заводите его и ваша лодка подключена именно в марине перманентно вот как сделано скажем на вот этих вот больших шлангах высокого давления и вот они идут в лодке это значит что лодки перманентно подключены и давление в магистралях формируется именно за счет давления внутри марины такое чтобы давление пропадала здесь в марине я не припомню здесь очень серьезно следят за всей инфраструктурой и такого чтобы давление пропало в магистрали не было ни одного раза для того чтобы выходить и заходить вам нужен вот такой вот ключик этот ключик программируется недельно вы подходите в марину и на оплаченный период вам делают просто программацию ключа по этому ключику открывается также шлагбаум если вы приезжаете на парковку на машине парковка входит в стоимость марина вот это ворота для входа на понтон для того чтобы их открыть вы подходите сюда прикладываете ключик ворота щелкают ну и собственно двери открываются а так двери естественно закрыты просто огромнейший паркинг кстати вот мусорники которые можно использовать здесь есть паркинг для велосипедов и отдельно обратите внимание парку для мотоциклов которые под навесиком то есть очень забота о мотоциклах и о мотоциклистах по всей марине подсветка естественно урны для выброса мусора а если нужно утилизировать свой мусор то собственно вот большие баки единственное что я здесь не заметил это отсутствие сортировки мусора вернее по городу она есть в марине почему-то нет ну может как-то не сильно пользуются их смены или вообще не сознательные в этом плане это офис марины собственно если вас если у вас какие-то вопросы есть то вы приходите сюда здесь помимо всех маринных дел есть еще помощь вам как просто вам нужно что-то спросить или узнать это все сюда такси которые ездят здесь по островочкам и отелям и здесь еще один понтон на котором вот хранятся тузики когда вы приезжаете можете его оставлять здесь это самый ближний понтон который идет городу там дальше в основном чартерные сервисы и вдалеке понтон дремьяк чартер а сбоку магазинчики в которых всякие сервисы как ферри так и какие-то небольшие магазины в которых можно что-то такое базовое для лодки купить супермаркета шан куда же без него на французских отре мера вот кстати заходит и выходит лодка которая используется под чартер то есть катамаран который возит туристов у них обычно идет чартер одного дня сейчас он заходит и будет становиться вот сюда на это место но тех кто любит просто посмотреть на лодке вот здесь есть такая импровизированная беседка места можно просто сидеть и посмотреть как вот люди швартуют свои лодки как они здесь там заходят это один из двух понтонов на которые вы можете приезжать на тузике если вы стоите на якоренге либо на буях снаружи марины для того чтобы пользоваться тузиком нужно чтобы на нем была специальная наклеечка за него получает вы должны заплатить депозит 20 долларов и вы ее клеите на свой тузик там как-то крепите и все и у вас есть право доступа в марину если лодка небольшая slipway и можно вывозить ее на берег и хранить там он трейлеры стоят и все небольшие лодки хранятся не на воде а на берегу последний понтон ай и возле этого понтона идет slipway для того чтобы можно было вынимать небольшие лодки на трейлеры посмотрите какой ширины этот slipway здесь можно я думаю четыре лодки одновременно загружать и выгружать то есть реально он просто гигантский а с этой стороны это как раз стоянка на буях где стоят все лодки которые не хотят стоять в марине здесь конечно лодки выглядят не очень хорошо такая умиральная яма из старых лодок но есть люди которые их просто уже поубирали и за счет того что сезон ураганов и свои лодки перевели в марину именно на сезон и но есть много людей которые предпочитают жить на буях видимо это дешевле и плюс вы и могут быть частные плюс есть возможность приватности это очень реально важно перед мариной один якоринг потом идет заход уже непосредственно в порт он такой большой и с той стороны возле острова есть еще один якоринг но там также в основном люди стоят на буях ну и вот с левой стороны это заправочная станция куда вы приходите для заправки лодки тузиков то есть у них продается дизель и бензин который здесь называется сан пламп это обычный бензин который вы заливаете в лодку просто если вы скажете бензин вас не поймут а сан пламп это по-французски как раз без свинцовый обозначает то что вы можете заливать бензин в свой тузик это именно бензин еще в марине нету помпаута может он конечно где то есть но вообще правило использования какашек говорит о том что нельзя использовать свой туалет в марине нужно ходить в туалет который находится за офисом но я вам скажу так что все это делают единственное что наверное на на день перекрывают танки а когда приходит ночь по всей марине такое стоит без до то есть просто открывать танки все что накопилось за день сливается в марину это конечно полная какаха но я так понимаю что здесь этот так работает это на самом деле работает так абсолютно во всех маринах чтобы мне не рассказывал кто но так везде где я стоял так делают за это можно конечно получить по жопе если кто-то проверит но как среди ночи можно проверить то есть если вы там стоите где-то ближе к понтону и какой-то маринера случайно увидит но зачем ему создавать вам какие-то проблемы ну слили и слили но на самом деле так делать вообще ну прямо плохо но есть теория есть реальность вот реальность такая что все это делают а теория говорит о том что делать это нельзя но в марину можно ходить в туалет совершенно спокойно и в душ и в марине души большие удобные и можно ими пользоваться круглосуточно и в них есть горячая вода на лодке тут под вопросом может быть может и не быть ну это для собачек мерсии когда вы делаете то мотор у вас есть масло фильтра и куда девать собственно отработку так вот смотрите прямо на парковке есть такой стенд туда сверху касаются фильтра открывается и выливается жидкость для отработанного масла прямо вот так это все сделано для людей насколько это удобно еще несколько слов о формалитис то есть когда вы заходите в новую калейдонию очень важно пройти правильно все кастом иммигрейшн биосекьюрити здесь для этого есть все возможности желательно написать марине заранее и они будут вас ждать если нет то можно по радио с ними связаться они отвечают на хорошем английском языке и кстати здесь говорят в марине все на английском языке несмотря на то что это френч от мр то есть французские заморские территории вы договариваетесь с мариной они ставят вас на гостевой понтон скорее всего это будет понтон а то есть тот понтон который находится максимально близко к марине вы идете в марину и в зависимости от времени во сколько вы пришли вы заполняете сначала форму в марине затем заполняете форму для таможни кастом и в марине вызывают биосекьюрити то есть приходит человек который проверяет вашу лодку что важно знать что здесь биосекьюрити очень серьезная такое как новой зеландии и в австралии они очень серьезно относятся к тому что у вас на лодке есть и всю органику скорее всего придется им отдать то есть они проверят что на лодке у вас ничего нет то есть я не могу сказать что они прямо копают все но холодильники там полки на которых хранятся продукты открывают и все что запрещено то что может содержать жучков там это все нужно будет им отдать выбросить ничего страшного если она у вас есть они к этому относятся естественно с пониманием ну просто это с этим придется расстаться и потом вы раб вы идете в иммиграцию миграция работает 730 до 11 или 1130 то есть если вы пришли с самого раннего утра в марину то вы успеете все сделать если нет кто тогда иммиграция проходится на следующий день но в марине они сами вам вас организуют если вы пришли скажем рано утром они вас могут попросить идти в первую очередь в иммиграцию а потом уже организуют все самостоятельно то есть иммиграция находится где-то в 15 минутах хождения пешком это недалеко но придется все равно идти все остальные формальности оформляются в марине и bios security приходит на понтон а далее вы спрашиваете место в марине и вас ставят на какой-то другой понтон потому что понтон и это гостевой понтон который собственно так расположен чтобы скажем bios security не ходить далеко после того как вы делаете check out вам дают бумагу на выход и с этой бумагой вы можете получить duty free топлива если вы хотите яхтить внутри новой калидонии вам придется платить полную стоимость топлива это может быть достаточно недешево если вы много ходите под мотором после того как вы получили кастом клиренс на выход вы можете заправить свою лодку duty free вы оформляете и прямо здесь в марине на заправочной станции вы получаете duty free топлива ровно в том объеме который вам нужен для ну как вы оформили свою лодку поэтому если вы выходите из новой калидонии то не упустите этот шанс что очень важно данная марина желая здесь можно жить на лодке кстати вы можете сказать обычно нельзя так вот очень много мест где на лодке жить нельзя либо это идет дополнительный ценник например если вы в новой зеландии хотите жить в марине то есть шанс что это будет просто запрещено и и либо и скажем какие-то марины могут брать дополнительные достаточно большую сумму там даже до 30 процентов за то что на лодке кто-то живет и здесь в марине стоит много лодок на которых живут люди причем живут вместо дома то есть как перманентное место жительства поэтому здесь это очень комфортно реализовано и это не запрещено правилами марины кстати важный момент несколько слов почему вот лодки стоят как и мы стоим был им когда вы находитесь в средиземке или в чартере то обычно был им становится те кого у кого не хватает навыков для того чтобы заходить сторон им здесь немножечко другая история здесь почти все лодки жилые и люди заводят bow in чтобы иметь свою приватность потому что когда у вас чартерная лодка и вы стоите скажем stern in очень удобно когда много людей все заходят выходят и постоянно вот этот трафик понтон берег лодка лодка берег и когда много людей когда вы живете на лодке вот скажем как мы какая-то стирка там вы сидите не хотите никого видеть там с кем-то здороваться то есть когда вы находитесь bow in у вас больше приватности то есть вы можете находиться там не знаю сидеть общаться и никто не будет заглядывать вам в кокпит что у вас там происходит вот опять же тут видно ступеньки то есть лодки которые на которых люди живут вот видно что здесь они прямо активно используемые потому что туда-сюда ходить делают такие деревянные помостки чтобы было удобно залазить опять же вот велосипеды которые стоят для того чтобы их не сперли они привязаны хотя я не уверен что кто-то был украл велосипед здесь на понтоне видимо привычка которая идет людей не оставлять свои вещи без присмотра ну вот так вот велосипеды кстати хранят очень многие прямо на якоре вывешивают они вот так вот расположены прямо на лодке на носу на якоре если у вас свой понтон вы можете поставить на него сразу такие фендеры чтобы даже у вас фендеров не было на лодке и когда вы заходите чтобы у вас весь понтон был под вас уже сконфигурирован и вы просто заходите становитесь и стоите вот прямо на своих подушках которые стоят на понтоне вам не нужны свои фендеры если это ваш домашний понтон и вы ходите там якоринг и только стоите в марине вот еще пример такой когда вы заходите болт-ин то вы в него упираетесь если люди живут в марине то иногда ставят вот такие вот ящики чтобы здесь хранить все свое барахло которое в лодке не помещается и если вы хотите там выйти по яхтить то вам сюда сложили там какие-то свои веревки которые вам не нужны и собственно все вы яхтите и у вас нету захламление внутреннего пространства каким-то барахлом вы поймете что здесь лодки в марине практически все живые и его там открытые люди это значит что вы здесь живут люди постоянно это кстати очень французская тема когда люди живут на лодках потому что скажем в других странах это не так принято вот во франции это вообще прямо принято принято но больше наверное это касается северной части франции а если мы говорим про средиземку там конечно лодки выходного дня то есть очень на самом деле похоже на то как это находится вот здесь здесь люди либо живут либо используют лодки лодки конкретно выходного дня ну и вот пример сколько лодок стоит сторон им кто стоит бог и на вы можете определить вот лодки которые стоят сторон им то есть кормой пирсу это все лодки на которых катают чартеры для того чтобы удобно заходить на лодку а все люди которые на лодках живут они все идут болгин и сразу видно вот сколько лодок идет посмотрите почти все стоят болгин это практически все лодки которые жилые чтобы соблюдалась правило секу и мы собственно не исключение мы стоим вот так же для того чтобы к нам не заглядывали в кокпит а вот на соседнем понтоне а вы видите такие вы видите такие металлические короба там чартерные лодки на которых куча барахла хранится и они их активнейшим образом используют поэтому все чартерное барахло хранится именно на понтоне что далеко даже не нужно было в чартерную компанию таскать легко ли найти место в марине нет нелегко если вы сейлите в высокий сезон сюда приезжает много людей и места могут быть просто заняты туристами в сезон ураганов здесь много лодок которые стоят на сезон ураганов потому что здесь для этого есть все возможности но тем не менее основной костяк в марине это люди которые на лодках живут поэтому лучше списаться с маринами заранее для того чтобы не прийти и не оказалось что место в марине нет особенно в высокий сезон так как мы находимся в марине которая находится в цивилизованной стране считайте во франции здесь есть ограничения с которыми придется мириться если вы скажем привыкли стоять в каком-то регионе например типа панамы стоя в марине вы можете делать все что вам нравится барбекю на лодке там party вечеринки здесь все достаточно серьезного первых там нельзя шуметь после определенного времени там после 11 но это как обычно в европе нельзя пользоваться скажем грилем в марине если вы хотите сделать барбекю то это можно делать только внутри а именно снаружи как гриль делать это к сожалению нельзя даже если это газовый гриль тем не менее это запрещено то есть нужно понимать что есть определенные правила которым нужно следовать можно ли в марину заказать какой-то товар да можно даже если вы не стоите в марине вы можете указать адрес сюда все придет очень важно указать что название вашей лодки и ботин транзит тогда вы не будете платить ндс здесь ндс моему 6 процентов то есть он небольшой но тем не менее вы можете быть освобождены от этой платы просто потому что вы не являетесь жителями новой калейдонии поэтому ботин транзит адрес марины сюда приходит письмо либо посылка вы приходите забираете даже если вы стоите на якоре никто это не проверяет очень вежливые люди работают поэтому они вам помогут все расскажут все покажут можно ли стоять здесь не в марине а на буях которые расположены сбоку все буи расположенные сбоку марины это личные бы и они не имеют никакого управления в марине все люди которые оставили здесь свои буи они имеют членство в каких-то там мире team community которые собственно дают разрешение на установку буя то есть вы должны как минимум жить здесь в новой калейдоне и тогда вы можете поставить буй возле марины и находиться на буе когда приходит сезон ураганов большинство людей которые живут на буе либо держат лодку на буе они переезжают в марину поэтому в сезон ураганов марина обычно имеет полностью все контракты и полностью забита и много пустых буев но это private буи нельзя просто прийти и стать потому что на этот бой могут там вечером кто-то прийти кто вышел поселить рядом поэтому с буями здесь засада а с якорингом еще большая засада потому что стоять на якоре здесь негде вы можете стать рядышком за частными буями но расстояние между буями и фарватером очень небольшое и скажем вы не можете стоять на большом до длинной цепи и собственно если будет сильный ветер в общем приходится импровизировать поэтому в маринах стоять новой калейдоне это оптимальное решение все остальное это такие компромиссы с которыми приходится как-то бороться вот мы ближайшее время наверное переедем на буи либо на якорь потому что мы хотим больше приватности и собственно будем искать как это сделать но это уже будет в рамках обычного видео на нашем канале если это не первое видео которое вы смотрите на нашем канале вы уже должны знать что новая калейдония находится в поясе ураганов либо в южном тихом океане ураганы называются циклонами так вот сезон с декабря по конец февраля является сезоном ураганов и это же время является летом в южном тихом океане поэтому здесь на этот период люди крепят свои лодки в маринах и стараются всячески сделать так чтобы ураган не навредил не повредил матчасть и не уничтожил имущество поэтому давайте посмотрим что же в марине предлагают с этим делать средиземноморские муринги то есть когда вы закрепляете заднего стерн клита и веревка идет под воду там большая цепь которая удерживает стерн это специальные муринги которые используются при циклонах которые приходят и могут в этой марине даже очень сильно дуть у них прямо в буклете написано что это стандартное решение поэтому если идет циклон то крепите лодки так алерты циклоник и здесь написаны советы как держать свою лодку здесь говорят о том что вот как раз есть стерн-лайн который нужно крепить боу-лайн и вот эта веревка которая идет но это очень нормальный средиземноморский муринга ну и вот типа red flag это все здесь показано как нужно держать свои лодки в случае прохождения циклона то есть они даже специально сделали буклеты чтобы посоветовать людям как обезопасить свою лодку то есть как вешать фендер и все то есть франция если вы циклона не ожидаете то лодки крепятся вот как фингер понтоном обычным способом то есть у вас идут массовые которые держат лодку лево-право чтобы она не выезжала просто по центру вот так вот вы ее центруете а для того чтобы она не уезжала вперед то вы ставите просто сприн и у вас получается она не ездит ни вперед ни назад то есть вот это у нас от того чтобы не ехать назад а это чтобы не ехать вперед сейчас у нас там ветра нет просто там плаваем где-то посредине то есть в обычном случае лодки крепятся вот так вот со спринами а если идет циклон или сильный ветер то вы можете поднять этот задний муринг и прицепить муринги поднимаются очень легко как обычно среди земли вот у вас веревочка идет на вы берете свой багор поднимаете и ведете ведете его вот так вот и он там в конце поднимается таким большим мурингом и его вы уже вяжете как вот на этой лодке на сторон клит и фиксируйте лодку на случай сильного ветра теперь стоимости нахождения лодки в марине я вам сейчас расскажу в принципе базовые сервисы которые здесь есть про стоимость в 30 центов за фотокопию мы конечно обсуждать не будем но самое важное если вы например держите лодку на буе снаружи минимальный рейд на три дня 14 долларов если экстра дэйта 475 в день будет вам обходиться оплата за тузик за неделю 2850 и 100 долларов американских в месяц если вы хотите на тузике стоять снаружи теперь вот буклетик который говорит сколько же стоит лодка ну давайте возьмем например вот нашу лодку от 13 до 14 метров наша лодка 13 с половиной 460 бим то есть мы входим у нас четыре с половиной метра и так день стоит 36 долларов и это первый день 2 31 первая неделя 194 доллара стоит это без налогов плюс 6 процентов налога то есть около 200 дальше следующая неделя еще дешевле то есть 180 долларов и 635 долларов в месяц стоит стоянка лодки если это мульти холл то цена где-то на 80 процентов больше за мульти холл за катамаран такого же размер несколько слов касательно климата и удобно ли стоять в марине в данной марине стоять супер удобно потому что вся инфраструктура находится рядом вы можете прийти на рынок вы можете взять тележку вы можете съездить супермаркет здесь есть парковка все эти условия делают нахождение в этой марине супер удобным и супер комфортным плюс персонал который невероятно helpful то есть вам помогут даже если вы не стоите в марине вам помогут сделать любые оформления посоветуют куда идти дадут какие-то контакты то есть в случае какой-то вашей необходимости обращайтесь в марину вам здесь все помогут потому что в новой калейдонии невероятные люди которые готовы прийти на помощь и не будут закрывать глаза потому что им не хочется тратить на вас свое время ну и касательно климата здесь очень хороший климат так как здесь достаточно высокая широта больше 20 градусов то есть ночью здесь прохладно то есть вы можете спать даже под теплым одеялом если вы любите тепло если вы любите холод вам может быть даже будет немножечко тепловато потому что ночная температура около 20 градусов ну для меня это прохладно поэтому я сплю под теплым одеялом что очень уютно очень комфортно а если вы находитесь посреди дня то больше 30 градусов температура но достаточно сухо и если вы там постирали вещи они сразу высыхают ну и вообще в принципе здесь находиться очень комфортно ближе к экватору наверное все таки менее удобно а здесь вот прямо супер ну что друзья я думаю мы этот выпуск под вводим концу я вам рассказал про марину и в принципе про организацию нахождение лодки в новой калейдонии марина порт mossel очень на наш взгляд клевое место для нахождения и в принципе по ценнику это не сильно дешево но если сравнить с прайсом в европе то дешевле чем в европе поэтому наши резюме однозначно здесь находиться удобно и очень комфортно и вообще в принципе новая калейдония это одно из наших любимых мест стало после того как мы ее увидели так как это супер развитая страна подписываемся на канал не забываем проверять колокольчик пишем коммент я надеюсь данное видео будет полезно тем кто рассматривает новую калейдонию как point of destination то есть точку куда можно прийти лодкой и провести какое-то время до провести время можно все друзья до встречи в следующем выпуске пока а